Турецкая дерзость, которую позволил себе Эрдоган, хитрый турок, который быстро выучил Россию, он вообще предсказывает Путина на пятерочку. Вот он сделал Путину козу, сделал козу, сообщил, что Крым-то не ваш, с милой турецкой улыбкой. Он знает, что в ответ Россия может со зла только у себя, у самой что-нибудь откусить. Больше, в общем, ей кусать некого и впиться себе в бок. Вот она найдет какое-нибудь еще не прокушенное местечко и туда вопьется и совершит очередное членовредительство. И потому что мы знаем, да, что когда ее ставят в угол, она принимает санкции в основном против самой себя. Это называется бомбить Воронеж Александрович. Да, у Эрдогана это великолепно получилось понаблюдать, как Россия выдирает у себя из бока очередной кусок мяса. Вот Эрдоган у нас, вот он позволил себе такой выход и тут же получил страшный удар по щам. Прервали авиасообщение, объявили турецкие курорты жутко заразными. Это была страшная месть, адекватный ответ. При том, что в России царствует абсолютный, абсолютный, вот стопроцентный коронавирусный пофигизм. Он на высшей точке. Правда, вот Нью-Йорк Таймс взял и так бестактно поворошил кладбище России. Он поворошил кладбище и опубликовал безлико-бестрастную таблицу смертей, где на первом месте в 2020 и 2021 году сияет, как полярная звезда России, вопреки всей ее официальной статистике. Подождите, Александр Глебович, мы уже много раз в эфире говорили в разных передачах, просто речь идет о так называемой избыточной смертности. Измеряется она разными способами, естественно, в нее попадают далеко не только жертвы Калида, но и всевозможные другие. Примерно то же самое. Да, да, да. Примерно то же самое говорит. Он говорит, что это покойник выходного дня, потом он снова занимается своим делом. Покойники шаговой доступности, не шаговые. Надо очень четко стратифицировать. Мы знаем, да? В любом случае, у нас избыточная смертность значительно в три раза превышает смертность от ковида, правильно? Да, совершенно верно. И не разобраться, кто именно заразнее. Вот этот конкурс, кто заразнее, Турция или Россия, там, я думаю, будет один-один уверенная. Но, тем не менее, 530 тысяч человек, которые поверили власти и потратили все свои годовые накопления на путевочку в Турции, билеты, они все сгорели к чертям. Вот это полмиллиона граждан Российской Федерации ответили за слова Эрдогана. И, конечно, никакой компенсации им не будет. Может быть, будет, но через суд. Как функционирует суд в этих вопросах, мы знаем. И вообще, Ростуризм сообщил, что он готов поменять любую путевку в Турцию на любую путевку в Челябинск или в Уфу. Да, вот правда, нашелся... Ну, ладно, ладно. Сочи и Краснодарский край. Ну, всякие там предлагаются туры. Оля, всякие предлагаются. Валдайчик всякий, понимаешь. Да, да, да. Карелия еще есть. То же самое, Забайкалье. И вот нашелся некто умник, зампред Совета Федерации Косачев, который призвал... Косачев. А почему тебе не нравится Косачев? Косачев. Хорошо, пусть будет. Косачев это как-то... Пусть будет, да. Даже интересно. Который призвал проявить патриотизм и пренебречь Турции навсегда. Потому что Турция... Из патриотизма? Да, страна враг. Она сомневается в принадлежности Крыма. И морально... Простите, Александр Глебович, у нас же была история, значит, сбивали летчика и расстреливали его. Да, да, да. Уже было такое. Да, да. А у нас посла тоже в Турции застрелили, правильно? Да, и посла застрелили в Турции. Там вообще много происходило увлекательных событий. И все как-то помидорами обошлось, да? Недолго. И вот в данном случае призывают тоже на все плюнуть и все бросить и наполнять, значит, местные отдыхательские бараки Советской Родины. К Косачеву не стали к нему прислушиваться, потому что вообще лучше не пытаться... Это международные дела, мне кажется. Это его работа такая. Он зампред Совета Федерации. А, ну, значит, да. А вот лучше не пытаться всунут в патриотизм даже самые тоненькие хлипки между россиянином и турецким пляжем, да? Патриотизм будет немедленно расплющен и скончается в муках. Все ведь декларации, все болтовня. И Косачеву, конечно, надо было вздыхать не со своего Совета Федерационного дивана, а надо было лично ехать туда, лично ехать к российским туристам. Там же большинство пляжей, особенно при отелях, они платные, они имеют четкий вход, четкий выход. Он бы мог там перехватывать на подходе русскоговорящих граждан с полотенцами, уводить с собой под грипп. Там заговорщицким шепотом говорить, я, Косачев, зампред Совета Федерации. Давайте покажем презрение к турецкому сервису, и вы не пойдете туда на лежак, да? А граждане, вообще, самолет в Челябинск через два часа, мы вам там песочку насыпем, чтобы вы и там могли лежать, там тоже теплеет. И вообще не дадим соблазну этого моря заглушить в вас любовь к родине. Но диалог Косачева с гражданами, которые все-таки прорвались в Турцию, предсказать нетрудно. Вообще он мог бы встать даже на пенек у входа на пляж и кричать пляжующим россияне, морально невозможно отдыхать в этой стране. Давайте дадим туркам отпор, писать в бассейны, толкать аниматоров, топтать рахат лукум. Вы знаете, и так всегда происходило в Турции, по-моему, уж извините. Не демонстративно, не демонстративно. Ну, последние фразы, вероятно, он кричал бы уже из машины с красным крестом, куда опаленные тетки в Панамах засунули бы его с помощью security-отелей, и которым, в общем, удалось проникнуть в заковиженное турецкое пространство из России.